Друзья, всем привет! Приближаются новогодние праздники. В Германии скоро Рождество. И мы решили впервые, я раньше этого не делала, ну и дети, конечно, если я не делала, мы решили впервые собрать пряничный домик. Предыстория. Пряничный домик, я знаю, что многие выпекают пряники сами, потом его собирают, но, честно говоря, я и просто на пряничный домик покупной, еще и не совсем была готова. В прошлом году мы купили пряничный домик, и как-то все время не доходили руки, он лежал-лежал, 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 в итоге муж где-то в середине января говорит, это домик-то долго будет лежать, его кто-то будет собирать. Ну, я говорю, да, ну, уже праздники прошли, уже к чему-то домик, и мы просто открыли коробку и съели эти пряники. В этом году, говорите, дети, значит так, попытка номер два, покупаем пряничный домик, будем собирать. Пошли мы с младшей дочерью, я видела в рекламном проспекте такой красивый пряничный домик, там возле него даже такая территория впереди, какие-то человеческие стоят, ну, красивый, мне понравился. И мы пошли за этим пряничным домиком. Пришли в магазин, а этих домиков уже не было, разобрали их. И остался только тот пряничный домик, который я в прошлом году купила и не смогла разобрать, то есть он меня преследует. В прошлом году я точно такое же покупала, мы его просто съели, пряники по отдельности, и все. В этом году я пришла в магазин, выбирать было нечего, тот же самый прошлогодний, ну, не прошлогодний, но я имею в виду тот же самый набор, он стоял в единственном экземпляре, и выбирать больше нечего. В общем, меня преследует. Это домик, который в прошлом году я не собрала. Но это не домик, это паровозик. В общем, вы поняли, да? Паровозики в моей жизни, они везде. В общем, это пряничный паровозик, который мы в прошлом году не собрали, съели, и в этом году он в магазине опять меня ждал. В общем, сейчас мы будем собирать вот этот пряничный паровозик. Первый раз в жизни, в моей и детей. Дети будут помогать, потому что я, честно говоря, представления не имею, как это делается, я никогда не видела, как это делается, я видела только уже картинки, когда выкладывали в фейсбуке фотографии, там мы с детьми собрали домик. Кстати, я тоже еще не знаю, когда его собирать надо. То ли на Рождество, то ли до Рождества, то ли не знаю историю этих пряничных домиков, к чему и зачем их собирают, их через чего. Если кто-то знает, напишите мне в комментариях, я не интересовалась этим вопросом, просто захотелось собрать и посмотреть, получится у нас его собрать или нет, и что в итоге будет. Но по вкусу мы в прошлом году ели эти пряники, они достаточно вкусные, я не поклонник пряников, но семье понравилось. В общем, давайте вместе с нами собирать наш пряничный не домик, а паровозик. Так, открываем коробочку и смотрим, что нас там ждет. Как она открывается. Так, что мы имеем тут? Мы имеем вот такие мармеладки. Это типа ММДЭМС. Это какие-то желейные фигурки. Это, я так понимаю, прянички, в которые будут ехать в вагончике, который везет паровозик. Дом, который построил Джек. Это пудра для крема, который надо еще делать. Дальше, что у нас тут? Значит, по итогу мы должны что получить? Мы должны получить вот такой вот паровоз. Вот он везет пряники. Вот эти звездочки желейные. Вот эти ММДЭМки. Колесики должны быть. Сам локомотив. И вагончик. Так, смотрим. Вот такой у нас пряничек есть. А, это колесики. Это, наверное, колесики от локомотива. Вот эта вот штука будет. А, это вот эта вот штучка. Это колесики, да? Да. Да. Это колесики. Это, это что-то. Что-то. Это первая, вторая часть, по-моему, вот эта вот. А, это низ? Низ и второе вот это вот вверх. То есть, вот это и вот это. А что, ты думаешь, оно разламывается? Да. Там написано, ничего не ломать, не резать. Как раз таки резать, смотри. И что, вот это резать надо? У нас есть вот такие вот части. Вот они. Такая наша одна больше, одна меньше. Да, потому что одна крыша, B-сторона, а другая, A-сторона, которая внизу вот эта вот. Угу. Потом есть двери. Они... Где-то тут должны быть... Куда ты выключила? Включила быстро. А, ты не куда-нибудь. Вон двери лежат. А, их еще разрезать надо? Потом еще есть вот эта вот часть. Ну, это перед. Это перед, да. Вверх, чешу это. Ну, тут совместя. А где вагон? Вот, вагон как раз таки будет вот это, вот это и вот эта часть. Это вагоны. То есть... Что-то тут его мало всего. Вот эта часть, вот эта и вот эта. В общем, надо части поразрезать, потому что они все вместе, получается. Пока буду разрезать части. Так. я свою часть работы сделала купила принесла порезала помучилась с кремом все пожалуйста следующий сказал заведующий красивенько нам пожалуй спасибо нет нам красивенько не знаю как-то крепится будет будет ли вообще но надо наверно а так ты думаешь а кто это будет его держать я ну давай ну ладно ничего страшного вы же любите когда много крема давай следующий какой там хочу только некрасивая сторона тут эти зачем положил некрасиво вот эти палочки а не вот так вот ну давай еще там дальше держать он будет держаться очень не очень понимаю уже клеили шишок она так держалась нет крема ложи побольше она и так плохо держится точнее вообще не держится какая-то странная ювелирная работа я предлагаю сразу ложить крышу куда-то ты думаешь это как цемент она будет его это цементировать и держать я очень сомневаюсь так ты мне предупреждая когда ты двигаешь это уменьшено все обману мало ли она будет держаться я же не знаю на стену держаться не будет продолжим этот мероприятие до пальцем не не мазать он смотрим на стены ходуном ходят да вот так и пусть держит у так не наверное вот эти бочинки надо мазать вот эти вот до торцы то все нам жалко будет более кремовые пряники а стечет это типа снег сосульки там до потекло можно бросать числе я тогда утра буду стоять пока она не застынет жода баланс не надо еще в бочины какие-то делать давай ну вот тут ты что-то хотела делать может что-то будет держаться как нас давай его у меня считаются руки ты как же не не считать буду если у тебя считается все у меня веселое мероприятие вот это это домик отчеты паровоз поставила посередине а вагон где будет я извиняюсь ты думаешь что конструкцию можно двигать я боюсь и мыслей начнем и двигать то придется и заново лепить не ну вот это ювелирку свою оставь и знаешь для своих картин давай как эти строители ляпчап и готова это долго с кремом полтора часа мучалась еще домик тут собираем я сейчас его брошу тогда не возмущайся а ты быстрее работай кто строитель давай давай не знаю все профессии нужны все профессии важны одновременно я вот много чего умею и держать и разговаривать например и шатать и сколько функций одновременно убери этот нож со своей ювелиркой давай давай дальше что там дальше по процессу шо тут не храняла я и вон сам такой кривой крюлька такой есть от природы это инженера когда планировали наклонили его вот этих кто выпекал они там что-то ошиблись с размерами смысле упадет надо знаешь такие подпорки они так заходят а шанова внутрь да конечно будут пряники с кремом это вкуснее чем к пряники без крема не ногти как раз подсвет паровозик ты слушай ты будешь держать что держать что держу паровозик падает куда не надо падать ну отлично получается можно я уйду ты давай слепливая некрасиво делай конечно как это немножко странно что нам вот вперед должна была быть длиннее нет нет да вот она должна была здесь быть длиннее она сзади длиннее на ты видишь картинку или посмотри сядь посмотри а это перед я думаю это зад обалдеть это открыто вообще конечно ваши такие паровозики смотреть на картинки надо смотрим на картинки так теперь нужно теперь кружочки лепить на срез их наверно а можно их вот так опирать и они туда падать не будут как-то так не 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 на срез а вот так тут срез двух сторон такое себе некрасиво да здесь да вот так снизу один сверху она туда более лучше мне ну все-таки образование инженера дает знать надо может туда здесь счесать сейчас сейчас насчет хорошо садит да и сзади тут на машу по на приклеилась хорошо ты сзади тут не нам особо ну к этому прилепилась но с крема столько что тут можно опять паровозов собрать и тут тоже смаж вот здесь и вот здесь чтобы она вот этой части прилепилась у меня погиб строитель нету то лишнее было уже вверху я тоже не строитель просто да просто у меня инженерное образование конечно сделать палка-палка огуречек вот ты вышел человечек такой кузнечек знаю а тут но четыре стены и колесики еще раз давай правнее было вот такой вот пряничный локомотив был на картинке и что получилось у нас вот такое вот у нас по богатому пряничный домик домик локомотив с вагончиком получился вкусно красиво по моему отличный над проектом работала три человека я и мои дети вот такая красота у нас получилось напишите в комментариях вам нравится или нет и делали ли вы когда-то пряничный домик ну или пряничный локомотив с вагоном в общем нелегкая это забота из болота тащит бегемота мы закончили наш пряничный домик я надеюсь вам он понравился но по крайней мере вечер у нас был занят увлекательным творческим производством пряничного паровозика но прежде чем вам сказать пока пока хочу еще показать как в разрезе выглядит что лин а то у меня старшая дочь уже прямо нервничает она хочет его есть а я все никак его не разрежу давайте разрежем и я покажу вам что внутри себя представляет рождественский штолен в германии вот это называется штолен это маленький штолен это большой штолен но они разных весов идут и с разными начинками вот изюм там орешки или еще цукаты по моему а тут еще вот есть внутри начинка то есть варианты начинки разные бывают бывает с начинкой вот видите бывает просто вот с таким вот наборчиком режем и покажем как он выглядит внутри но тесто одинаковая поэтому разницы особой нету вот так выглядит рождественский штолен сладость на рождество в германии сейчас я его открою не так все просто я вам уже говорила его выпекают за месяц до рождества и он месяц лежит и ждет когда будет рождество вот получается он в сахарной пудре весь так но достаточно мягкий но он не такой как дрожжевое тесто но тем не менее вот тут какой-то кремик или это какой-то какая-то начинка а это я так понимаю то ли изюм то ли то ли чернослив не знаю не скажу точно ой по вкусу что-то а знаете что напоминает по вкусу ореховую пасту только такая ореховая паста как из скажите мне из грецкого ореха вот вот это вот вот это вот начиночка сейчас вот это вам скажу что и по-варварски да это изюм да это изюм но есть что ли нигде изюм цукаты курага орехи есть другой я думаю что я на следующей неделе куплю пока его еще продают и покажу вам немножко другой что ли вот такой вот но ведь и тесто оно такое очень плотное оно не дрожжевое не воздушное такое достаточно плотное но и по моему я прошлом году даже не пробовала я скажу нет она не очень сладкая тесто по вкусу больше похоже как на нашу обычную пасху ну вот такое вот на любителя в общем ну я не в восторге а старшая дочь у меня любит всем будет ей пирожочек чаю все друзья на сегодня все у меня челочка в креме ну в общем у нас был творческий вечер совместно с детьми мы сделали первый наш не пряничный домик а пряничный паровоз и заодно разрезали что ли в общем рождество не за горами буквально через неделю в германии будет рождество я думаю что мы достаточно подготовились еще немного осталось украсить квартиру но я думаю это сама сделаю уже завтра покажу вам нашу елку которую мы украсили все спасибо что досмотрели до конца всех люблю целую все буду украина